ребят привет всем на канале печки лавочки самый позитивный семейный влог снова мы на нашем хуторе значит уже весна пришла а кормушки у нас до сих пор на хуторе нет для птиц сейчас посмотрим еще можно и смастерить будет ничего нибудь сделаем необычное несет у меня вот такой срез еще с яблони там где сейчас столик у нас перед домом вот остался я еще не успел его до конца спилить вовремя остановился да я думаю что если вычистить вот здесь середину расширить до внутреннюю часть сделать основание крышу и как раз можно сделать тут вот вход в общем что получится я еще пока не знаю но давайте посмотрим пока я буду делать кормушку заодно сожгу эти дрова которые там в муравейнике трухлявая потом на этих углях пожарим мяско перекусим на самом деле и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Преснула она все-таки во время обработки. Но ничего страшного. Основание и крыша будут держать ее нормально. Эти две части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно сказать, что мы все делаем из отходов. Поэтому такая есть досочка на основании. Такую я использую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, теперь это все собрать до кучи. Вот как-то так, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В качестве крыши тоже тут какой-то доску взяли старую, отрезали. Но тут нужна достаточная ширина, чтобы полностью перекрыть верх. Вот такая оказалась как раз-таки сбанить полочки. Так, ну что. И как раз оно будет неровно, и вода здесь будет стекать. Все это дело облагородим, сейчас почистим. Вот, закрепим. Ну, еще тут шлифанем, доведем до такого более-менее идеала. Ну и все, им можно будет корнить птичек. Сейчас перекусим и дальше мастерить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, специально сделал тут такие неровные края, все-таки дерево. И спня, поэтому тут прямые линии, они будут лишние. Сейчас это все прикручу. Можно будет вешать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что, будем привлекать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у них два входа могут как с этой стороны, так и отсюда, и отсюда могут кушать. Я же, кстати, говорил, что я заказал себе насос погружной, в колодце воду откачивать. Вот он пришел, мощный такой, здоровый. Вот, я хочу сейчас быстренько сделать удлинитель, купил провод. Вот, и проверить, запустить, как вообще он откачивает. Ну, должен нормально качать. Вот тут 13,5 тысяч литров в час. 13,5 тысяч литров. 13,5 кубов в час. Высота подъема 8 метров. 35 миллиметров может пропускать частицы через себя. Я думаю, что мы не только выключим воду, но еще и очистим его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, насос, конечно, не маленький. Я думаю, что будет мощный и быстро осушит этот колодец. Так. Сразу на хомут закрепим шланг. Привяжем шнурок, чтобы не вытягивать его за провод или за шланг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а видели там щиток приборов мой? Пойдем покажу. Это вам не шнайдер. Тут все серьезно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что интересно, он на сухую не включается. А опускаешь его в колодец, и он начинает качать. В общем, я не знаю, нужно ли мне поливать сейчас эти корчи, но воду выкачать с колодца, то я точно могу. И нормальный напор, я вам скажу. От колодца. О, тут расстояние немаленькое. Метров 20 точно. Да шикарно. Ребят, Дензел, я ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну, как всегда, Дензел на уровне, что строительный инструмент у меня Дензел, что этот насос я заказал, не жалею. Ну, кстати, ребят, этот насос имеет следующие особенности, немаловажные. Встроенный вертикальный датчик уровня воды и два режима работы насоса, ручной и автоматический. То есть сейчас он работает в автоматическом режиме, да? Он, то есть, определил, что насос погружен в воду и начинает работать. Можно, как бы, заставить его работать принудительно в ручном режиме. Переключение по режимам осуществляется при помощи вот этого флажка. Сейчас вот он в автоматическом режиме вниз, либо в ручном режиме. Ну, на сухую не будем его насиловать. А при помощи вот этого флажка можно установить верхний уровень воды, при котором насос начинает качать. Можно опустить его, можно поднять. Кстати, довольно-таки быстро он откачивает. Прошло буквально, сколько там, ну, 10 минут. Ну, даже практически кольцо выкачал. Давайте уже, спускайтесь уже в свою кормушку. Такой довольно-таки уютный домик получился для птиц. Все, я думаю, что поглубже колодец, а он, вон, совсем не глубоко. Два, ну, считай, два с половиной кольца, три кольца. Вот, уже до дна достаю. Достаю. Или, может, он, знаете, как заилился там. Потому что кольцо там должно быть полное. О, видите, включается. Заилился, наверное. Да, вы, видите, совсем темная, грязная вода. Сейчас оттуда самая грязь такая выкачивается. И она уже будет почище. Я думаю, что для первого раза хватит. Наберется, потом еще выкачим. Вообще, ребята, знаете что? Шланг тут особо и не нужен. Потому что мы просто его погружаем в воду. И он откачивает воду. Правда, надо немножко подальше отходить. Все, 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 все. Моща, да? Я думаю, что можно делать фонтан из него. Колодец, фонтан. Друзья, сегодня на хуторе все. Закончили. Поедем домой. Захар, как в кинотеатре, смотри, понабирал. Палочек с собой. Сидит такой. Топчет. Попкорн прямо почти что. Вот такие палочки, кстати, он очень любит. Это первое лакомство, которое он начал кушать. Правда? Ну и печенье он тоже любит. Но вот Назар палочки не ест. Печенье не так сильно, как сухари. Сухари он просто обожает. Ну и, конечно же, под фильмец. То черничный хутор, то у Алика на даче. У нас на ютубе, а, ну и всякие еще развивашки, может быть. Правда? Вот это такое вкусненькое. А Назар все еще в этот самый. Пока полностью не поправились, поэтому... Да, еще кашляют. Остается только наблюдать в окне. Да, еще у нас топли, кашель. Бери, что ты, Буаня. Бери, мне же не жалко. Кого ты этого не напоминаешь? Скажи, это такое, прям вот... Один и где? Вот Назар, это ты. Ну нет. Просто горит. Весь горит. А Захар вот кое. Размеренная трата энергии. А еще надо сказать, что здесь предварительно. То есть я уночки сделал, и в них... Скажи, вон там сажают что-то. Да, сажают. Давай уже залазь, будем пить. Сок, будем пить. Будем? А Захар? Вкусный сок. Папа попьет. А Захар попьет? Вкусный сок. Брызги летят. Нам-ням-ням сок. Ням-ням. Вкусный сок. А Захар попьет? Ам. Видишь как? Помнишь, батя, как ты меня кормил? Я не успевал пожевать. Ам. Да. Помнишь как? Да, скажи. А Захар теперь попробует? Теперь твоя очередь пить. Не моя, а твоя очередь пить. На, сынок. На. Держи. Не хочешь? любишь да такое вот такое чтобы было на попей а захар не поливай захар ну чё ты весь сок на диван вылил не хочешь на папа кормишь но папа кормишь вот как научить да ну да раз хочешь нет да не меня он сам попей вот она лужа вот такая видишь трубочка его надо через неё пьет ну что нет ну пей через трубочку на пей через трубочку пей пей шо это такое нам ну-ка дай дай-ка по мне сок дай мне сок дай мне сок дай мне сок давай давай спасибо спасибо вот до трубочки так папа пьет а захар попьет ой ой вот на спасибо спасибо захар я уже все выпил уже все выпил уже все половину вылил да половина вылил молодец она папе и захар еще как захар пьет надо новый сок потому что все скажет ну так вот туда засунь А, сынок, сок пьет, ай-ням-ням, ай-ням-ням, тяни его так, тяни, нет, не тянется, на, ну это я надавливаю, ты сам тяни, молодец, вот не хотел, пока папа не увидел, как папа пьет, пока папу не попоил, но, не спеши, вот ни в какую было не заставить, а сейчас смотрите-ка, ну, такой сок вкуснячий, тяни, тяни, ой да, вот, просто кислое яблоко, ну, ай-ням-ням-ням, тяни, 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 т А ну-ка, кто там у нас под диваном? Кто под диваном ползает? Кто? Вылазь, вылазь быстрее, вылазь. Вылазь, вылазь. Держи зубы мне. На. Твою щетку. Будущий стоматолог. А себе загар почистит? Папа-то себе почистит. Держи зубы. Вот так? Надо чистить. Дай обмайку вытрущу. Попробую себе. О, понял? Щекотно по небу, сынок. А себе, Захар, почистит? Назар затих, наверное, папа вану не закрыл, да? Ага. О, ой, молодец, сынок. И себе почистит. Да. Ну, в общем, ребята, пока дети спят, Оля там поехала к врачу, потому что очень сильно заболел живот. Вчера еще вечером. Очень сильно. Сегодня поехал к врачу, там, на УЗИ. В общем-то, ребята, положили Олю в больницу. Везу вон пакеты. Вот. С вещами. Сейчас еще заеду в магазин там продукты купить. Воды. Ну, в общем, вот так вот. С детьми пришла Алена, сестра моя. Вот. Ну, так что. Короче, вот так. Вот такие вот, ребята, у нас новости под конец нашего ролика. Вот такие вот печки-лавочки. Всем пока. Попала в больницу. Лежу под кабинет. Поехали. Поехали.